Со следующего года за отопление горячей водой Амичам, возможно, придется платить на 15% больше. Увеличить стоимость коммунальных услуг хотят в Омск тепловой компании из-за того, что потратились на модернизацию нескольких тепловых узлов. Тариф собирались повысить еще год назад, но не успели подать документы в региональную энергетическую комиссию. Техническое перевооружение организация провела за счет кредитов на капли процента. Кроме того, по информации предприятия, у них снизилось количество абонентов. Видимо, теперь организация хочет вернуть затраты, а это порядка 170 миллионов рублей за счет оставшихся. Депутаты Горсовета к единому мнению не пришли. Одни народные избранники считают, что нужно пойти навстречу предприятию, другие, что нельзя отворачиваться от населения. Несколько лет не изменялся тариф, и сейчас мы вынуждены на такую достаточно большую величину изменять. И иначе мы приведем просто к банкротству муниципального предприятия. Я, конечно, против повышения. У нас и так на населении лежит нагрузка непосильная, потому что коммунальные услуги у нас у пенсионеров забирают практически 50% пенсии их. Роспотреб хочет снизить температуру на горячую воду и поднимаем тарифы опять же. То есть, ну, логики абсолютно никакой нет. В итоге увеличение тарифа депутаты не согласовали, а вопрос снова будут обсуждать на комитете. Зато в первом чтении приняли бюджет на 2017 год. Муниципальный транспорт, возможно, получит больше денег. Напомню, ранее размер субсидий был запланирован на как 251 миллион рублей. У нас есть надежда на то, что мы получим субсидии с федерального бюджета на софинансирование строительства детского сада в Рябиновке. И, соответственно, собственные деньги мы сможем перебросить именно на эти цели. На цели увеличения расходов, связанных с транспортным обслуживанием населения. Мы сейчас предусмотрели 185 миллионов. Кроме того, депутаты Горсовета совместно с парламентариями Законодательного собрания Омской области обратятся к председателю управления Газпрома о перераспределении налогов в бюджет Омской области. Сейчас нефтезавод платит в региональную казну чуть меньше миллиарда рублей. Народные избранники считают, что эту сумму необходимо увеличить до 5 миллиардов.